Президент Беларуси 20-21 мая посетит с визитом Италию и государства Ватикан. Ожидается, что Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Италии Серджио Моторелло, во время которых стороны обсудят отношения двух государств с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. В частности, речь пойдет о сотрудничестве в сферах информационных технологий, автомобилестроения, производства сельхозтехники и пищевой продукции, металлургии, деревообработки и энергетики. Отдельное внимание уделяет формированию полноценной нормативной базы белорусско-итальянских отношений. Развитие сотрудничества нашей страны с римско-католической церковью обсудят во время встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с папой римским Франциском. А сегодня в Ватикане открылась выставка белорусских икон. Они впервые экспонируются в музее Ватикана. 31 икона белорусских иконописцев и два чеканных оклада познакомят итальянских специалистов и туристов со всего мира с уникальными произведениями белорусской сакральной культуры. Выставка посвящена знаменательному событию католического мира – «Году милосердия» под девизом «Милосердное как отец». В телепередачах, фильмах и на сайтах появятся знаки возрастных ограничений. Изменения и дополнения вносятся сразу в несколько законов о правах ребенка, рекламе, СМИ, информации и других. Теперь на информационной продукции нужно будет обозначать возрастную категорию от 0 до 18+. Это поможет защитить детей от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию. Основные пункты закона вступают в силу с июля следующего года.